Здравствуйте, товарищи! Тема сегодняшней лекции у нас. Наций. Национальный вопрос один из самых сложных вопросов, который затрагивает всех. Ну и как получается, как раз такой сложный вопрос, меньше всего уяснен. Я имею ввиду широкими слоями граждан. Поскольку в последнее время особенно существуют некоторые замещения вместо понятия нации, национальность, народ, народность, применяется одно универсальное слово «этнос». «этнос такой», «этнос такой», «этнос такой», «этнос такой». И тем самым, как бы, самой проблемы нету, а что такое, что же понятие это, нации, как они отмечаются от национальности, от народности, от народа, от расы. И вся эта проблема сводится к повторению одного и того же слова. Вот у нас есть этнографический муеид. Граф – это описание графические, этно – это описание жизни, культуры различных наций. И сегодня мы должны рассмотреть этот вопрос с научной стороны. Значит, что касается национальности. Вот понятие национальности связано с кровно-родственными отношениями и с кровным родством. Как определяется национальность? Национальность человека определяется национальностью его родителей. Если оба родители русские, он русский по национальности. Если оба родители украинцы, он украинец по национальности. А если один русский, другой украинец, хочу привести такой пример. Моим соавтором по четырем книгам был декан нашего экономического факультета Николай Андреевич Магисеенко. Он по национальности украинец. Жена его русская Валентина Ивановна. У них двое детей. Дочь Наташа и младшая и старшая Светлана. Светлана записалась русская. Наташа написала украинка. Вот две родные сестры. Одних и тех же родителей. Одна как бы украинка, а другая русская. Это уже, так сказать, некоторые смешанные браки и смешение родства. Другой пример у нас в группе, в Матмехе, где я учился, был такой Эдик Куйба. Из брянских лесов. Из брянских краев. Он писался эстонцем. Но никого из эстонцев, кто действительно был бы эстонцем, знал эстонский язык, говорил бы на эстонском языке или какие-то имел эстонские события, уже не знает. То есть, когда-то где-то кто-то оказался эстонцем. Вот, он женился на русской. И после этого, так сказать, товарищ пишется все время. Эстонец. Или мы знаем, что есть китайцы-негры. Так. Подниму. То есть, здесь могут быть самые причудливые сочетания. Поэтому решение вопроса о том, какая у кого национальность, она упирается в то, кто его по национальности родители. Ранее графа была в паспорте в Советском Союзе. Была указана национальность там. Русский, грузин, армянин, азербайджанец и так далее. Ну вот, по какой-то причине непонятно, по какому принципу эта графа была изъята. И как бы этой проблемы нету. Хотя, тем не менее, проблемы тут есть. И от того, что вы не будете знать, кто какой национальность, от этого вопроса о национальных различиях, национальных особенностях, он никак не исчезает. Но есть крупные образования. мы говорим, что есть вот национальности. А есть более мелкие образования. Народности. Что такое народность? Это небольшая группа людей, сравнительно одной и той же национальности. Вот, скажем, в горах Кавказа тьма разных народностей. и каждый имеет свою национальность. Он хоть и ее сохраняет, он об этом помнит, знает и так далее. У нас много северных народов в России. Такие, например, как лопари и другие, которые тоже численно достигают нескольких тысяч. В самом лучшем случае десятков тысяч. Ну и поэтому как бы считаются не национальностями, а народностями. При этом во всех этих случаях, когда говорится о народностях, о национальности, применяется один из тех же принципов кровно-родственное родство. Происхождение по крови. Ну вот, скажем, если вы возьмете Соединенные Штаты Америки сегодняшние, там очень много пришельцев из других стран, и в Соединенных Штатах Америки много национальная страна. Там вы найдете и англичан по национальности, и французов, и канадцев, и австралийцев, и украинцев, и русских, и евреев, и так далее. Ну вот, существует понятие нации как довольно крупного образования, которое не тождественно понятие национальности, не тождественно. Не только не тождественно, а принцип отнесения к нации кардинально другой, отнесения к национальности кровно-родственное родство. Отнесение к нации ничего общего с кровным родством вообще не имеет. Что такое нация? Нации стали образовываться тогда, когда стало бурно развиваться товарное хозяйство, период развития капитализма, и из представителей разных национальностей и народностей стали складываться большие общественные группы, общности людей. Это такие общести, которые, поскольку они связаны с экономическим развитием, с хозяйственным оборотом, связаны с определенной территорией, на которой ведется товарное хозяйство и соответствующий развитие экономическое, то их оформление связано с признанием того, что в основе образования наций являются не кровнородственные признаки, а экономические признаки, прежде всего. Экономическая основа образования нации. Но это, если не выделять один главный признак, а если брать понятие нации в целом, то нация будет определяться так. Нация – это общность людей, основывающаяся на общности территории, экономики, языка и культуры. Общность экономики, территории, языка и культуры. Если какого-то признака нации нет, то такое общественное образование, такая общность людей, которая обладает другими принципами, нации не называется. Ну так, например, евреи нации не являются. Почему? Потому что нет общности территории – раз, экономики – два. Ну, если вы возьмете евреев разных наций, вы получите русских евреев, получите немецких евреев, американских евреев. А вот если возьмете израильских евреев, то вот израильские евреи имеют все признаки нации. То есть, есть общность экономики, территории, языка и культуры. Но поскольку имеет место движение людей по планете, переезд из одной страны в другую, по разным причинам. Кто-то женится или выходит замуж, кто-то ищет место приложения своих сил, кто-то скрывается от правосудия, таких очень много выехало и в последнее время из России, то попадая в новую обстановку, попадая, скажем, в другую нацию, человек постепенно входит в эту нацию. То есть, он, во-первых, живет на этой территории, тут, как говорится, особенного вхождения не требуется. Он занят местной экономикой, в этом смысле он тоже легко приобретает этот признак. Что касается языка, он тоже довольно быстро усваивает язык, но имеется в виду, чтобы язык был для человека родным. Поэтому это потребует, может быть, и десятилетий, для того, чтобы для человека родным стал не его первоначальный язык, который он после рождения освоил, а язык той страны, в которую он приехал. И культура. Человек может находиться в другой стране, но особенно в силу тех связей, которые есть нынешних, я имею в виду возможности информационные, он может поддерживать контакты с той культурой, которая для него является родной, и, так сказать, в другую культуру не войти. Поэтому он может не вполне стать представителем той нации, к которой его приписывают. Скажем, в разных странах вопрос о том, к какой нации человек относится, есть разные подходы. Например, в Америке, если человек приехал в Америку, он американец, если он там постоянный житель, гражданин Америки, его считают американцем, и никаких разговоров на тему о том, какая у него национальность, не видят. То же самое и во Франции. Француз. Если человек тут работает, живет, неважно, какое у него происхождение. Тем более французы много сделали, чтобы появилось во Франции много людей, которые имеют происхождение иное, скажем, африканское, поскольку там есть заморские территории, и поскольку Франция имела очень много колоний, и в конце концов это выразилось в том, что в каждом городе, в каждом крупном населенном пункте вы можете найти выходцев из других, не просто стран, из других континентов. Вот мне приходилось несколько дней жить в Бельгии, в связи с участием в семинаре в Брюсселе, в том числе по вопросу о нациях. Там был семинар, я такой доклад делал на брюссельском семинаре. Надо сказать, что вот мы жили в другом городе, в Антверпене, и каждый вечер отправлялись туда на ночевку, и утром приезжали в Брюссель. Не было такого случая, чтобы в нашем вагоне не ехал хотя бы один негр. Никогда. То есть, а мы знаем, что бельгийцы имели много колоний, и известна бельгийская Конго, из которого Бельгия черпала ресурсы, но потом многие оттуда переехали во Францию. Вы простите, в Бельгию и являются гражданами Бельгии. А вот что касается языка, там есть такая особенность, в Бельгии два языка. Французский и нидерландский. Как бы такого языка бельгийского нету. Поэтому вот есть общность языка, но эта общность выражается в том, что они говорят, в общем, и на том, и на другом. На каких-то официальных собраниях, заседаниях, если там идет какой-то текст под титры, то эти титры идут и на французском, и на нидерландском. А нидерландский больше похож на какой-то такой подпорченный немецкий. Или там, или смесь немецкого с английским. Если, скажем, по-английски dirty, грязный, то там будет dirty. Ну и так далее. То есть, вот такая интересная вещь. И как-то, к какой нации относить, скажем, вот тех евреев, которые у нас живут в России и пошли в культуру русскую, или давно в ней пребывают, находятся в экономику, естественно, находятся на этой территории. Вот как это правильно называть? Ну, вот можно так говорить так, что это русские художники, писатели, рабочие еврейского происхождения. Ну, вот я хорошо знаю такого еврея рабочего в порту есть. Александр Семенович Трайцель с очень большим стажем, очень квалифицированный рабочий на очень сложной работе, связанной с ремонтом козловых кранов, которые обеспечивают перегрузку. Он такой большой коллективист и участвовал во всех профсоюзных акциях, в том числе во всех забастовках, очень ответственный человек. Вот, кто он? Он является русским докером и еврейской национальности. Понятное дело, что, так сказать, и культура его, и язык, они связаны с русским языком и с русской культурой. Или вот, скажем, председатель Совета Рабочих Ленинграда Тимофеев Евгений Петрович, он родом из Волжска, а это Республика Марии, а теперь он называется Марий-Эл. Ну, вот он живет в Ленинграде всю сознательную жизнь. Сначала работал матросом, потом много лет работал докером, сейчас является заместителем председателя Портового комитета Российского профсоюза докеров, ну, понятное дело, он считает себя русским и марийского происхождения. Теории противоположного порядка, они игнорируют это начало, связанное с производством, с экономикой, с территорией, и, скажем, есть такая идея единой еврейской нации, это вот идея сионистская, в чем состоит сионизм, в связи, сказать, вот всех евреев собрать в одном месте, что все, если даже они не в одном месте, они представляют собой одну нацию единую, и тем самым обособляются от трудящихся тех наций, в которых они пребывают. Хотя, как я уже говорил, если мы возьмем собственный Израиль, и, хотя там язык, хотя и древний, он был мертвым, этот язык, иврит, на котором они сейчас говорят в Израиле, а говорили больше, скажем, наши евреи, немецкие евреи на идише, или он назывался еще жаргон. Ну, вот теперь это как бы официальный язык израильского государства, он ожил, ожил в том смысле, что на нем ведутся и переговоры деловые, пишутся бумаги, и на нем люди разговаривают, но если вы приедете, допустим, куда-нибудь в квартал, где живут бывшие граждане России, то там говорят, конечно, на русском языке, вот. в связи с прошедшим памятник победы, следует отметить, что в Израиле имеется хороший памятник Красной Армии, которая боролась с гитлеровским фашизмом. развитие ведет к тому, что производство становится все более и более общественным, принимает общественный характер в все больших и больших масштабах, и на сегодняшний день мы уже имеем мировое производство. его, правда, называют глобальным, но я не вижу тут никакого смысла употреблять этот термин, потому что глобус – это глобус, а мир – это мир. Мировое производство, всемирное производство, всемирное хозяйство, это выражается в том, что то, чем пользуются люди в одной стране, произведено ни в одной, ни в другой, ни в третьей, а в десятках и сотни стран, с которыми имеются взаимосвязи. Наоборот, самое страшное дело для той или иной страны, и большая печаль для руководства, если вдруг другие страны отказываются принять продукты этой страны. Но вот, например, для Турции то обстоятельство, что они не могли к себе, скажем, запустить вновь наших туристов в связи с ситуацией со сбитием нашего истребителя. И в связи с тем, что руководство Турции не хотело принести извинения, привело к тому, что с нашей стороны тоже были приняты определенные меры. Мало того, что был закрыт труда. Туризм это был одним из важнейших источников дохода турецкого. Во-вторых, мы отказались от продукции сельского хозяйства турецкой. И вот даже сейчас, когда Турция отказалась брать наше зерно дополнительно, мы сделали в качестве ответного шага запрет на импорт в Россию турецких помидоров. И вот переговоры состоялись, и турки испытывают большую радость в связи с тем, что турецкие помидоры пойдут на российский рынок. Хотя мы уже вполне привыкли к тому, что у нас азербайджанские есть помидоры, не думаю, что они хуже. Они, наверное, и лучше турецкие. То есть, ну а куда свои товары направляет Китайская Народная Республика, которая первое место имеет в мире по объему полового внутреннего продукта. Куда? Ну, можно сказать, фабрика всего мира, во всем, весь мир отправляет. В том числе отправляет и Соединенные Штаты Америки. В связи с этим Соединенные Штаты Америки были очень обеспокоены в связи с тем понижением курса юаня. А что происходит, когда курс какой-нибудь валюты понижается? Ну, для тех, кто работает на зарплату и регулярно получает такие деньги, от которых ничего не остается, студентов, которые получают стипендию или пенсионеров или нашего брата профессоров, да нам, в общем-то, курс безразличен. Какой курс? если курс будет другой, это что будет означать внутри страны? То для товаров, продуктов, которые производятся внутри страны и тут же потребляются, ничего не будет означать. С другой стороны, поскольку производство этих товаров может быть связано с импортными, составляющими, с импортом, то как только курс валюты понижается, то сразу повышается цена на экспортные товары, на экспортируемые товары, простите, на импортируемые товары. Все товары, которые сюда импортируются в страну, они сразу возрастают в цене. Для кого это хорошо, для кого это плохо? Ну вот, так сказать, обыватель, потребитель, он видит в этом только некоторый минус, стали продукты дороже. На самом деле, а если брать в целом соревнования стран или конкуренции стран на мировом рынке, это означает одно, что как-то все цены в этой стране на импортируемые этой страной товары вырастают, а раз цены вырастают, сужается рынок, люди меньше начинают их покупать потребители, и тогда страна, которая экспортировала, она произвела в расчете на вот такой объем экспорта, а этот объем ей не удастся реализовать. Раз ей не удастся реализовать, это нас считают объявлением торговой войны. и вот, американское правительство попыталось сделать несколько раз заявление в адрес Китайской Народной Республики, что, так сказать, вот вы понизили юань, и тем самым захватываете, а и наоборот, китайские товары в связи с понижением курса юаня автоматически все становятся дешевле на зарубежном рынке. Поскольку пересчитывается, и юань подешевел, значит, китайские товары стали дешевле. И раз китайские товары стали дешевле, их начинает больше брать, разбирать. То есть, вот таким образом, посредством понижения курса валюты можно завоевывать иностранные рынки. Вот наше, скажем, сельское хозяйство очень выиграло повышение курса доллара и евро, и, соответственно, понижение курса рубля. Поскольку нам сразу удалось расширить экспорт своей сельскохозяйственной продукции. А когда уже рынок завоеван, то дальше уже другие колебания могут на это уже так сильно не повлиять. Одним словом, то, что там с позиции одного покупателя кажется минусом с позиции вот таких экономических возможностей экспорта и, соответственно, получения доходов может оказаться выигрышным в целом для страны, для общества, для государства. на сегодняшний день уже имеется практически общий рынок, то есть можно купить где угодно, если за вычетом тех санкций, которые сейчас есть по отношению к России, но, как вы понимаете, эти санкции, которые есть по отношению к России, их нет по отношению, допустим, к Китаю, нет по отношению к третьим странам, поэтому можно купить у других стран то, что они покупают у стран, наложивших санкций. То есть такой, какой-то большой проблемы вот эти санкции не создают, они в известном смысле только стимулируют что? Стимулируют развитие собственного производства. И, скажем, если трудно было убедить и заставить самим производить то, что мы прекрасно могли производить, а наши, так сказать, ходячевники и руководители дошли до того, что уже не только корабли покупали у Франции, которые мы сами в состоянии произвести, но уже и мебель металлическую на эти корабли тоже покупали у Франции. Мало того, и посуду, тарелки уже покупали у Франции. То есть это вообще говорит о том, что можно так закрывать вообще собственное производство и оказаться в полной зависимости. и как только вот эти санкции пошли, и сразу выяснилось, что если вы поставите себя в положение, что вы целиком зависите от производства в других странах, то против вас и будут применять эти санкции, и тогда ваша независимость будет подорвана. Из этого не следует, что надо сокращать какие-то связи, контакты, торговые с другими странами. Из этого следует, что не надо себя ставить в положение, когда у вас совсем нет возможности производить аналогичные товары. То есть можно приобретать какие-то лучшие товары такого же типа, но иметь такие товары у себя. например, у нас недавно случилось ЧП, о котором сообщали средства массовой информации, что оказалось, что в Сирии у террористов оказались несколько винтов вооруженными, снабженными прицелами с ультрасовременной системой оптики, произведенной в России. Поэтому шум был поднят с тем, как они туда попали, поскольку они столь современные. С другой стороны, ясно, что у нас есть системы оптические, системы прицелов, системы приборов, которые позволяют иметь очень высокий уровень вооружения. Что касается приборов, которые используются в ракетной технике, понятное дело в производстве боеприпасов, они тоже есть в России. Другое дело, что они, может быть, по размерам превышают те приборы, которые сейчас делают в Соединенных Штатах Америки. Но это, так сказать, не влияет на конечный результат. Не влияет на точность стрельбы, на мощность сядерных зарядов от того, что там было более, так сказать, какая-то головка наведения более крупная или более мелкая решающего значения не имеет. Во всяком случае, самостоятельно является страна, которая ведет соответствующую экономическую политику и диверсифицирует свое производство, то есть развивает самые разные отрасли, не становится моноотраслевой, тем более сырьевой, потому что если мы будем только продавать нефть и газ, а потом на вырученные деньги все покупать в один прекрасный момент, у нас могут отказаться покупать нефть и газ и продавать нам то, что мы раньше покупали на международном рынке, и мы окажемся в очень тяжелом положении. Другое дело, что современный мир не закрыт, в буквальном смысле, в полном смысле сделать невозможно, поскольку значительное число стран не являются империалистическими, и поэтому они империалистическому диктату не подчиняются, это такие страны, как Китай, немаленькая страна, миллион, миллиард триста восемьдесят миллионов, это Вьетнам, девяносто миллионов населения, это Лаос шесть миллионов, это Куба одиннадцать миллионов, это Корея двадцать пять миллионов человек, и поэтому в этом мире каким-то образом изолировать другую какую-то страну на сегодняшний день уже невозможно, поскольку начиная с Октябрьской революции уже нельзя говорить о мире, как о едином капиталистическом мире. Были революции, были контрреволюции в ряде стран, а мировая социалистическая система в конечном итоге уже не сводится к одной стране, в ней живет более чем миллиард и пятьсот миллионов человек, самой крупной страной в экономическом отношении является Китайская Народная Республика, социалистическая страна, она обогнала Соединенные Штаты Америки по объему баллов внутреннего продукта в 2014 году, и учитывая темпы роста, какие есть у Америки 2,6% и у Китая 6,5% видно, что это соотношение пользы стран социалистических, оно будет изменяться, дальше больше, поэтому те времена, когда можно было просто изолировать страну, хотя в таком положении был Советский Союз, учитывая масштабы страны, если эта страна большая, то она может терпеть какие-то от этого решения, но полной изоляции добиться невозможно, тем более невозможно добиться полной изоляции в связи с тем, что если капиталисту предложить такую прибыль, которая будет близка к 300%, он пойдет на любые преступления, поэтому всегда находились люди, которые приезжали сюда, в СССР и помогали нам создавать трактор Фордзон, Фордзон, это Форд помогал, крупнейший капиталист, это первый наш трактор, который был выпущен на Кировском заводе. Известно, что иностранные и в том числе американские инженеры помогали нам строить Днепрогресс, ну и в общем надо сказать тот железный жанрец, о котором говорят, он позволял пропускать кого надо и не пропускать кого не надо, так что эту функцию он выполнял, как некая мембрана. О чем говорит это вот движение, это развитие мировых экономических отношений, оно говорит о том, что складываются все больше, все более тесные связи и все более тесные взаимозависимости между представителями различных наций и между различными нациями. раз совершаются вот эти связи, устанавливаются все больше и больше, происходит сближение наций, то есть можно сказать, что главной тенденцией является сближение наций и само хозяйственное развитие является основой для решения национального вопроса, для того, чтобы не было противопоставления нации, а для того, чтобы нации сближались все более и более в экономическом, культурном плане и в плане языковом. Особо следует сказать о языке, поскольку сближение наций связано с хозяйственным развитием, в том числе с взаимодействием с представителями других наций. Какой будет язык и какой он окажется в конечном итоге, это зависит не от политики. От политики многое зависит, но от того, что вы напишите, государственный или негосударственный, не очень много зависит. Поэтому мы наблюдаем, что сейчас самое тесное отношение с Россией имеет Киргизия. В Киргизии изучают русский язык очень широко. И русский язык изучают более широко, киргизский, можно сказать. Потому что для малых стран это своего рода выход из изоляции. С другой стороны, скажем, если мы возьмем те страны, которые претендовали на независимость и говорили, что они недостаточно самостоятельные и соответствующие нации, я имею в виду, латвийскую, эстонскую и литовскую, судьба их сейчас весьма печальна, поскольку хозяйственного развития они не только не получают, а там идет ухудшение, там были крупные предприятия, в той же латвии, в той же завод по производству электричек, рижские электрички ездили по всему Советскому Союзу, и на Дальнем Востоке, и в любом краю, в любом регионе, были их встретить, там производились малолитражки автомобилей, там был очень известный завод по производству радиоприемников, нету этих заводов, нету этих заводов, какое там какое там было производство, было крупное производство, много там на этих заводах было прежде всего русских рабочих, и в целом русскоязычный коллектив, и как вы думаете, какой язык там используется, русский прежде всего, как надо относиться к тому языку, ну какой нужен для хозяйственного общения, какой люди сами выбирают, такой он и складывается, что является альтернативой. Вот она альтернатива сейчас проявилась. Значит, из полутора миллионов латвийцев уехало за границу на запад на заработки уже 600 тысяч человек, примерно. Это молодые люди, более образованные, чем средний уровень образования в Латвии, то есть Латвия теряет просто свою молодежь, причем, ну не худшую молодежь, наиболее образованный молодежь. И эти люди, как раз они попадают в какую? Одни в Бельгии, другие в Голландию, третьи в Германию и так далее, в разные, в Австрию, европейские страны, если они там оседают, становятся там местными жителями, они входят в соответствующую культуру, в соответствующую экономику, живут на соответствующей территории и будут кем-то немцами латвийского происхождения или бельгийцами латвийского происхождения, или австрийцами бельгийского происхождения, голландцами латвийского происхождения и так далее. То есть вместо этой так называемой независимости, к которой стремились товарищи, думали, что с разрушением Советского Союза малое государство получит независимость. Малое государство в современном мире и малые нации, они подвергаются ассимиляции. Ассимиляция не есть негативный процесс. Как надо относиться к ассимиляции? Относиться к ней надо как к естественному процессу экономического и культурного развития. Вот куда экономика приведет дело, вот этим дело и закончится. Поэтому никакие здесь барьеры такого рода, что специально вы будете назначать какие-то государственные языки или какие-то будете припоны ставить, они это ни к чему не приведет. Хозяйственное развитие ломает все перегородки, экономическое развитие оно по своему влиянию по мощи оно выше других факторов и вовсе не следует то есть, что любая вот скажем национальная какая-то общность, скажем, что любой народность должна развиться в нацию. Совершенно не обязательно. Одни разовьются, нас и было сначала много, потом их становится все меньше, меньше. таких крупных языков, на которых все говорят, ну вот это был очень распространенный немецкий, правда, распространенный испанский, французский, вот английский это тот язык, на котором говорили колонии и несмотря на то, что нынешняя Индия свободная, свободная, не колониальная и там живет миллиард тоже 300 миллионов человек в этой Индии и никто не собирается отменять еще и английский язык. На хинди говорят они и на английском языке. Если этот английский язык им удобен для общения между собой и с миром и позволяет Индии выходить в открытое мировое пространство, пользоваться всеми богатствами мировой науки, культуры и облегчает им развитие, то совершенно понятно, никакой нужды исходя из того, что это язык колонизаторов, давайте запретим. Такую глупость никто в Индии не делает. Точно так же надо относиться и к русскому языку. Русский язык расширялся и решался все больше и больше с развитием Советского Союза. Если развитие Советского Союза пошло назад, то прошла реакция и ослабление России в целом, потому что Советский Союз был конкретной исторической формой существования российского государства. Правильно? То, что потом составляли республики, это были части единой неделимой России. А что касается тех стран, которые какой-то особый статус России, Финляндия и Польша, они в Советский Союз так и не вошли. А не вошли они потому, что недостаточной была общность связей, прежде всего пролетариата того же польского и русского. А вот что касается Финляндии, там можно сказать, очень тесные были связи и были все основания к тому, чтобы было бы самое тесное соединение в Финляндии и в том числе и в рамках Советского Союза, но ее задушили советскую Финляндию с помощью немецких войск, которые призвал Маннергейм. И так нашлись у нас люди, которые доску Маннергейм решили вешать. Но эта доска, как вы знаете, ее обливали краской, ее просверливали, ее портили. В итоге власти поняли, что надо эту доску снимать, потому что она не жилец. И она теперь находится в Пушкине музее. В таком виде, в каком ее и оставили. А что происходит с той же Латвией? С той же Латвией происходит следующее, что латвийцев все меньше и меньше. Русских мало уезжает за границу на запад. Поэтому русские остаются на месте, латвийцы выезжают. Если дело так пойдет, Латвия будет русскоязычной страной по преимуществу. И там будут русские основным составом населения. Поэтому очень может закончиться тем, что русские проведут, что весь латвийский народ проведет референдум окажется потребует войти в состав России. Вот сама эта практика идет. Я накануне этих событий 90-х годов был во время забастовки русскоязычному населению Эстонии на крупнейших предприятиях. На ряде крупнейших предприятий мы были встречались забастовщиками, которые бастовали в связи с ущемлением прав русскоязычного населения. Но нету этих больше сейчас предприятий. В Эстонии нет крупных предприятий. Аграрно-индустриальная Эстония превратилась в аграрную страну. Одно время где-то тут масло появлялось эстонское, но у нас нет нужды в эстонском масле. У нас вологодское есть, пожалуйста, продается. У нас достаточно той продукции, которая может экспортировать в Эстонию. А Запад, как вы знаете, они тоже завалены этой продукцией слизкоязычной, поэтому они не нуждаются тоже в эстонских товарах. Поэтому тихо, смирно живут эстонцы. Единственное там, что может представлять собой интерес экономический, это сланцы. Мы в свое время имели тут сланцевый газ, но пока природный не подвели. И в Ленинграде, весь Ленинград пользовался этим самым сланцевым газом из Коктла-Ярви. Вот, теперь этот газ сланцевый будет куда-нибудь идти на экспорт в другие страны, туда на Запад. Ну, и это вот хозяйственное сближение, которое будет происходить, соответственно, будет приводить к чему? Ну, к подчинению эстонской нации. Им нациям, которые есть, к какому подчинению? К экономическому раз, к культурному два. Это языком три, потому что, ну, кто там будет, если вы приехали из Эстонии и будете разговаривать в Германии на эстонском языке, никто с вами общаться не будет, учите немецкий язык. Если вы приехали во Францию из Эстонии, то тоже с вами никто не будет на эстонском разговаривать. У нас в свое время в Советском Союзе было право защищать диссертации кандидатские и докторские на национальном языке. Ну, как вы думаете, из Узбекистана, если люди приезжали сюда защищать диссертацию, на каком языке они защищались? Они имели право защищать на узбекском, но если это узбекский ученый, он хочет быть известным только в Узбекистане или с помощью русского языка известным во всем мире, поскольку русскоязычные журналы и русскоязычные соответствующие сборники научные, они имеются во всех крупнейших библиотеках мира. Если человек хотел иметь выход на мировую арену, он стремился защищаться на русском языке. Значит, какое существует правило решение национальных вопросов? Никакого принуждения. Вот никакого принуждения в национальных вопросах быть не может. И само по себе сближение с другими национальностями, оно только имеет прогрессивный характер. Поэтому никаких запретов не может быть тоже на это сближение и в плане создания общих семей, и в плане изучения языка, и в плане хаяйственных отношений. Это естественный процесс. Ассимиляция это естественный прогрессивный процесс. Одни граждане входят в другую нацию, а соответственно представители этой нации могут войти в данную нацию и так далее. И все определяется тем, какой язык будет более распространенным или какая культура будет распространена, это определяется в конечном итоге экономическим развитием. Если скажем Россия слабее, если она будет вот так как сейчас на уровне 0,0 минус 0,9 процента иметь темпы роста, хотя для каждого маломалеких грамотного экономиста понятно, как сделать темпы роста выше, то есть что такое темпы роста? Это расширение масштаба производства. Вы вкладываете прибыль в производство и получите расширение масштаба, это раз. Второе, вы проводите амортизацию, то есть вы заменяете старую технику на новую, но раз вы старую на новую будете, вот каждый год заменяйте 10%, чтобы у вас возраст техники был десятилетний, а не стареё стояло на предприятиях, на фабриках и заводах. Значит, это, естественно, даст расширение темпа роста. Вы давайте кредиты под низкий процент, как делает в Соединённых Штатах Америки, а у нас даже стараются не указывать какой же там ставка процентов. Вы знаете, какая там ставка процентов США? А? Двадцать. Сколько? Двадцать. Двадцать? Или два? Не слышу. Я не знаю. Я могу догадать. А вы знаете? Ну, ниже, чем двадцать, это я, примерно, ниже десяти. Сколько? Ниже десяти. Ниже десяти. А вы как считаете? Ниже десяти. А? Ну, я просто думаю, где-то ниже десяти. Ну, вот это, то есть, вот маленький опрос, который я провёл, он ведь о чём говорит? Вы же не специалисты в этом деле, то есть, вы не должны знать, но это говорит о том, чем кормят, так сказать, наших граждан. Газеты, телевидение, радио, они стараются вообще на это дело молчать. Молчать, и если даже рассказывать, что совралась федеральная система американская, она решала вопрос о величине ставки, она недавно собиралась и решила ставку сохранить на уровне 0,75%. И что это значит? Ну, это значит, что вот есть и в Америке двухуровневая система, и у нас двухуровневая система. У нас ставка 9,5-9,75%. А в Америке ставка 0,75%. Значит, поскольку коммерческие банки хотят тоже иметь прибыль, они посредники, хотя и от этих посредников можно было бы избавиться, создав просто единый банк и всего. Ну, что есть? Вот, есть такая система, что считается, что если банки не напьются, которые являются паразитами, коммерческие банки, паразитами в буквальном смысле слова, они не для чего не нужны, они, они есть некое препятствие на пути движения денег от Центробанка к кому? Ну, капиталистам. обычным. Вот капиталисты, если бы получали от Центробанка, они в США бы получали 0,75%, а так они под 2-3% получали. Под 2-3%. А прибыль, допустим, у них 10, или 8, или 7, или 5. Ну, они, естественно, отдают эти полученные кредиты и развиваются. А в России получают под 9,75%. Наши коммерческие банки, которые занимаются одним тем, что они набрасывают там 7% на эту величину, получается сколько? 7,10%. Ну, получается где-то 17%. Под 17% предлагается вам взять российским капиталистам, а кто берет эти самые кредиты? Они нужны, какая у нас промышленность? Капиталистическая, чтобы развивалась капиталистическая промышленность, капиталистическое производство. Скажем, если нужно построить здания, сооружения, заводы, ну, этого недостаточно своего капитала, то есть нужно взять кредиты и потом, сказать, отдавать проценты уже, благодаря тому, что производство работает, дает прибыль и отдает проценты. Ну, так как эти нормы процента больше, чем нормы прибыли нормальные. Нормальные нормы прибыли, 10 это очень много, 3% уже хорошо, 5% хорошо. Поэтому нынешний Центробанк, он просто запирает нашу экономику, не дает ей развиваться и, так сказать, теоретически это освещает высшая школа экономики, как своеобразный центр иностранного влияния на территории России, где есть и прямые сторонники иностранного господства в России, а есть всякие проходимцы. Вот одним из таких проходимцев является Евгений Ясин, научный руководитель этого высшего школы экономики. Я его хорошо знаю, потому что был в свое время аспирантом, готовил свою кандидатскую диссертацию, и вот открываю аспирантский сборник и вижу статью некого Евгения Ясина, который целиком составлен целиком сплошными полосами из того, что я читал в книге Блюмина «Математическая школа», субъективная школа политэкономии «Двухтомник». Мне эту книгу такую жёлтую 30-го года и 31-го года издание жёлтую дал профессор Смирнов, Игорь Константинович, она обняла меня дома, я её использовал, поскольку писал по той же тематике, что Ясин, математиков политэкономии. В диссертации у меня было соотношение качественного количественного анализа марксистской политэкономии. И книга написана вместе с Моисенко «Математика политической экономики» издательства Ленинградского университета. И вот этот Ясин, оказывается, потом я его след потерял, который вор, так сказать, научный вор, который занимается плагиатом, чужое выдаёт за своё. Вот он теперь, значит, выступает всякими речами на эхо Москвы и со всякого рода предложениями, которые загоняют в угол нашу экономику. Девка говорит, давайте идти на рынок, вот пришли на рынок и что? где предприятие, где развитие промышленности, где развитие наших отраслей, сколько заводов построено благодаря внедрению этих вот идей, этих проходимцев. Так что, вот такая картина. Ясное дело, что вопрос национальный, вопрос о России, о том, как будут относиться к России, к русским и так далее, будет зависеть от того, как будет развиваться российская экономика. Если российская экономика будет увядать, то надо сказать про российскую нацию, скажут, да, вот это была великая своевременация, а потом эта нация захерела. И наоборот. Потому что, если будет развиваться экономика, то будут решаться не такие вопросы, как сейчас, как соединить колледж строительный и колледж художественный. или как соединить две библиотеки, московскую государственную библиотеку и нашу библиотеку, которая была Салтыкова-Щедрина, но и Салтыкова-Щедрина вообще не везет. Вот это вот те люди, такие писатели, которые все критикуют, надо их всех поубирать. Они просто мешают нам жить. Потому что у нас тут была улица Салтыкова-Щедрина. Вы, наверное, не знаете, какая это улица, да? Не знаю, и Кирочная, типа. Ну, Кирха, это же важнее, что там какая-то была Кирха, чем подумать, что русский великий писатель Салтыкова-Щедрина. Он потому что все время критиковал всех, и дураков особенно таких, болванов китайских. Критиковал, и всяких дураков и болванов во власти так критиковал, что его, ну, как критику можно любить? Критику любить нельзя, его можно только уважать. И вот его не любят эти вот, вроде как он же не критиковал то, что сейчас у власти. Чего вы его убираете везде? Убрали. Вот она у нас будет национальная. Ну, какой национальности национальная у нас будет библиотека? Ну, наверное, это русская библиотека. Что значит национальная библиотека? Или? А зачем? А затем, и прямо писали люди, которые аргументировали, что необходимо тебе в библиотеке соединить, а зато он можно будет, вы же знаете, что в официальной центральной крупной библиотеке идут контрольные экземпляры книг. То есть вот 16 экземпляров у вас в издательстве, если книжка выходит, 16 экземпляров типографии от издательства отправляет нам в книжную палату. В книжную палату Кремлевская набережная, дом 6. И оттуда она рассылается по крупнейшим библиотекам. Поэтому в каждой библиотеке есть экземпляр в каждой вышедшей книге, в крупной библиотеке. А зато, говорит, если будет одна библиотека, нужно будет только один экземпляр посылать. Вот она экономит. Это что значит, где это, он один будет? Или здесь будет лежать, в Ленинграде, или в Москве. Если он будет в Москве, и как-то его получишь. Придешь, скажет, хочу почитать. Ну, заказывайте, по межбиблиотечному абонементу, хотя бы, одна библиотека. И он через две недели сюда прибудет. Потом, а туда люди придут, москвичи, а ее нет, этой книги. Это додуматься надо до этого. И вот, а на какой почве такие идеи? Или, скажем, соединяются вузы. Например, вот есть два вуза, причем, понятно, что есть какое-то соединение, может быть, хотя бы, по единой тематике, допустим, экономические вузы соединили. Тематика единая, но они территориально отобразны в концах города, поэтому для того, чтобы поехать за какой-нибудь бумагой в ректорат, надо ехать в зависимости от того, где вы находитесь. Инженерно-экономический у нас институт был на Кузнечном, финансово-экономический институт на Грибоедово, банковский мостик, а институт экономики и сервисов у метро Ломоносовская, ну вот давайте катайтесь, а что от этого, один коллектив, что коллектив собирается, что ли, где-нибудь такой в разных концах города находится, никогда не собирается, не встречается, а бумажки гоняют, так сказать, по всему городу вот таким образом. Ну это вроде как, а что в основе? Сократить, убрать, денег нет, почему нет денег? А плохо развивается экономика. А как сократить? А очень просто. Вот пять лет мы учились, вот мы учились, вот с коллегой, на матмете и вообще в университете. А если вас учить четыре года, о, экономия выйдет. Во-первых, стипендию надо платить всего четыре года, эту великую стипендию, которую платят сейчас. Это раз, а во-вторых, надо посчитать зарплату преподавателя. Если сделать четыре года, это будет не пять лет надо, нагрузка не на пять лет будет, она четыре года. Значит, пятую часть преподавателей можно уволить. И пятую часть преподавателей и уволили примерно. А как их уволить? Так просто же не уволишь, они говорили, вы эти преподаватели будут выступать. Для этого нужно их перевести не на конкурс раз в пять лет, а на конкурс ежегодный, как у нас перевели большинство профессоров. И с нашей кафедры, например, уволено два профессора и два доцента. А нагрузка, ну, так сказать, она тоже сократилась, но не в такой мере. Можно дальше пойти, вот, скажем, есть политехнический университет Петра Великого, а есть инженерно, был, инженерно, нет, не инженер, а торгово-экономический университет. Он на политехнической улице, улица общая. Торгово-экономический университет соединяется с политехническим. Раз он на политехнической улице, они тут рядом почти, не так далеко и ехать, соединили, и вдруг, когда вот соединяет, видит там две кафедры философии. Ну, как в одном вузе может две кафедры философии? Надо одну убрать. У меня коллега был заведующий кафедрой, потом он уже стал профессором кафедры права и истории, а потом профессором просто Центра общественных наук, который сделан в политехническом, когда все кафедры собрали в кучу и, наверное, еще сэкономили при этом на то, что меньше заведующих кафедрами. Хотя укропнение производства – это благо, потому что есть закон преимуществ крупного производства, и это мы должны понимать, а если вы обвинете вопросы культуры и науки, науки вокруг чего складываются? Коллективы, учреждения, вокруг кого? Вокруг каких-то крупных ученых, крупных каких-то деятелей культуры, то есть совсем по другому принципу, по принципу научного или культурного руководства. Вот появился такой великий человек крупный, вокруг него школа научная или культурная школа. И вокруг этой культурной школы создают, а давайте, говорит, сольем. А вот действительно сейчас вот обедать пойдете, возьмите первый, второй, третий тазик попросите, все равно это все перемешается. Давайте сольем и ложек меньше, и вилок не нужно, берите ложку, потому что не маленькие ложки, одна большая годится и все, и чай туда же. Можно сказать, что какое-то отношение имеет к культуре самое непосредственное, потому что, ну если у вас нет денег вот на развитие культуры, музеев, так, студентов не готовить, нет денег, пять лет, в стипендии им платите, это 1480 рублей, с ума сойти. Приходится через инфляцию обратно отнимать. Сколько отнимаем? Если инфляция была 10%, значит 1148 рублей долой, а если 4%, с половиной, как планирует наш Центробанк дорогой, значит, зато мы у каждого студента хоть 4% в год и отнимем кипендия, вот так, если наберем, скребем что-то, заодно у пенсионеров, пенсионерам придумаем вместо индексации пенсии по 5 тысяч дать, чтобы это, потому что посчитали, если дать всем по 5 тысяч, то будет меньше, чем индексацию сделать. Потом стало стыдно, говорит, ну ладно, в следующем году это не будем делать. Уж совсем стало стыдно. Это от чего делается? От бедности. От какой бедности? От того, что экономика не развивается. Если экономика не развивается, а миллиардеров нужно наращивать, и миллионеров. У нас, я вам говорил, что у нас прирост долларовых миллионеров 10% за прошлый год, а долларовых миллиардеров 11%. И мы обогнали все страны. В три раза мир обогнали, потому что в мире только 3% темпа роста. Поэтому, как судить по экономике? Она вот, экономика, можно сказать, хорошая. Для кого? Для того, кто стал миллионером, долларовым. Хорошая же экономика, если вы стали долларовым миллионершей. Правильно? Мы к вам придем в долг в одном 100 рублей. А вы сказали, там это 100 рублей, я такими малыми суммами не даю. Вот вам 100 тысяч, а идите отсюда, не подождите. То есть, то, что мы наблюдаем, это вот такие, как это, суета такая, суета структурная. Где, так сказать, музеи слить, так сказать, как музеи переставить, как бы так их переставить, чтобы денег было бы меньше этим музеям, что еще сделать. Как сделать так, чтобы школы меньше получали и так далее. А на какой-то почве? На почве того, что, ну, если у вас экономика 0,2, может быть, прекрасные президенты и правительства, все вроде люди, такие образованные, культурные, кончали наш университет. Ну, если они в области экономики элементарные вещи не решают, не решают. Ну, понятное дело, у нас сейчас в голову внутреннего продукта государственные предприятия проводят 70%, поэтому, если бы мы сделали план на эту всю часть, на государственную часть экономики и заказы дали бы на остальную часть, там, где они государственные, капиталистические предприятия, у нас была бы мощная программа развития России. Ну, создали бы программу развития на 20 лет и потом бы смотрели, как она выполняется и содействовали. А мы вместо программ и планов развития имеем прогнозы. А чем хороши прогнозы? Прогноз или сбылся, или не сбылся. Ну, не сбылся, так это прогноз было. Потому что план, если вы получили план, это система директивных заданий, обязательных для выполнения для участников производства. И попробовать его не выполнить. Так что, вот если ставить вопрос о том, на какой основе разрешаются национальные проблемы, меньше национальной вражды, меньше решается на той основе, когда богаче становится страна, богаче становится люди, и меньше, социальное неравенство. Потому что социальное неравенство рождает что? Вот говорят, терроризм очень много там появился в Дагестане терроризм. Мы не были в Дагестане, а я был в Дагестане в такие очень золотые времена. там проходила конференция всесоюзная по ценообразованию, на которой я участвовал с докладом о снижении цены, и коллега мой, потом проректор нашего университета Виктор Георгиевич В Дагестане прекрасные были отношения, никакого терроризма не было, прекрасной была жизнь, отличная культура, замечательная экономика, замечательное развитие, очень спортивные люди. Если у нас катаются на этих досках, на ногах, то там на центральной площади столицы Дагестана катались на руках, на этих досках. И так подтягивается хорошо у нас на... Тут чуть же рядом пляж, Каспийское море. Красота. Что мы наблюдаем в этих республиках? Закрытые заводы и глазницы. Так сказать, пустые. Хоть можете в Карачаево, Черкесию поехать, то же самое. Вот в эти все места, где мы говорим, вот там национальные проблемы. Как они в это появляются? Очень просто. Появляются национальные проблемы. Вот, закончили школу, молодые люди, работы нет. Колоссальный процент безработицы. Колоссальный процент. Куда деваться? Тут приходят люди, говорят, учиться будешь военному делу? Будем платить стипендии. Сколько у вас стипендии? Сейчас, 1480, 14, 15 тысяч будешь получать стипендии. Дуже человек сразу почувствовал. Тягу, теплее пошло. 15 тысяч стипендии, будем учить военному делу, ну и заодно ислам будем изучать. Изучаем, 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 изучаем. Учим года три, если надо, четыре. А потом говорит, надо теперь и задания выполнять. Один будет, поскольку который уже поверил, что если неверного убьешь, то улетишь сразу в рай. А неверный все, ему конец, а ты в рай. Вот один смертник, а другой обеспечивает. Видите, сколько обеспечивает терроризм, террористические акты в Ленинграде? Много же людей обеспечивало их. Верно? Ну хорошо, говорит, с терроризмом бороться. Что, боремся с терроризмом? Боремся. Как мы боремся? Убиваем террористов. У нас, как говорится, значит, боевики убиты. Одному боевику 19 лет, другому 20 лет. Третьему 18 лет подозреваемые в терроризме. А как убивают, когда ему? Что был суд, там разбирали? Ну не до суда. Во-первых, у нас суд бесполезный. Если суд будет заниматься борьбой с терроризмом, у нас смертной казни нет. А это убийцы, террористы. Смертная казнь у нас как бы и теоретически есть в Галлонгозе, но мы ее не применяем. Вот могут вас убить, меня убить, еще 100 человек убить. тот, кто это будет делать, он точно значит, что его не убьют. Так у нас сейчас пока находится. Вот в Америке, например, есть смертная казнь. И вот недавно товарищ господин Трамп высказался, что, дескать, надо в Белоруссии убрать смертную казнь. Но почему он не убрал у себя в Америке? Там же есть электрический стул и три укола. Один бодрящий, веселящий, второй успокаивающий, а третий контрольный. Вообще вот крупных странах, где может быть разгул преступности, где группировки могут набирать большие. Это же не Австрия или не Швейцария, которая касса. Какие могут быть конфликты в кассе? Вы стоите в очереди в кассу. Какие это комплекты? Вы пойдете, деньги получите и уйдете. Поэтому о чем разговор? И вот при этом Трамп у себя имея смертную казнь, вчера он заявил, что в Белоруссии надо убрать смертную казнь. Причем казнили там человека за изнасилование, многочисленные убийства. А что нужно подарки давать за это? Какие подарки? Какие скажите розы или мимозы? Такие дела. для того, чтобы решить эти национальные вопросы, надо решать экономические вопросы. если у нас безработица и бедность, а бедность у нас как меряется? У нас сокращается заработная плата. Если возьмем зарплату, реальная заработная плата, реальное обеспечение заработной платы, зарплату за шестнадцатый год, она будет 92,5% от тринадцатого года. Если мы доходы возьмем, то есть туда попадают и студенты, пенсионеры, львотники всякого рода, 90,5% от уровня тринадцатого года. мы имеем, если ухудшается экономическое положение, значительная масса населения, основной, те, кто получает зарплату и кто получает доходы, понижается. Что происходит с национальными проблемами? Что с ними должно происходить? Обостряться или слаживаться? Не так, что вам хорошо, мне хорошо, нам всем хорошо. Нет, вам плохо, мне плохо, значит, кто-то виноват. Кто виноват? Вы наверное виноваты. Кого стрелять? Кого убивать? То есть, понятное дело, что все вот это ухудшение экономического положения обостряет эти проблемы. Конечно, понятно, это очень хорошо, что наши службы соответствующие борются с боевиками, убивают, несмотря на презумпцию невиновности, дескать, сначала давайте мы будем считать, что есть презумпция невиновности. Это вот если какого-нибудь не убьют этого боевика, он потом выйдет живым и здоровым, а остальные те, кто его поймали, может быть, потом другой террорист их убьет. И мы знаем, что бывает нападение на судей, на прокуроров и так далее. То есть нужно решать, во-первых, подъем, проблему подъема экономики, раз, и во-вторых, проблему сокращения социального неравенства. А здесь цифры у нас такие, в России, в многонациональной стране такие, что у нас децильный компетенции, если взять доходы 10% самых богатых, отнести к 10% самых бедных, будет 32. А в Соединенных Штатах Америки тоже многонациональная страна. Там много проблем. Там чем национальных. Там 9. Как вы думаете, где напряженность выше? Там, где 32? Или там, где 9? Мы более бедная страна, чем Америка, а соотношение между неравенством, между бедными и богатыми превосходит многократно то неравенство, которое есть в Соединенных Штатах Америки. А если вы возьмете европейские страны, ну там, если в Ша 9, то в европейских странах 5-7 децильный коэффициент. А вы поезжаете в страны Скандинавии, Финляндию, Норвегию, Швеции, 3-5. Ну вот я многократно бывал в Финляндии, хочу вам сказать сразу бросается. Вот вы пойдете в пригороде в районе Сестерецка погуляйте, посмотрите на такие дома и заборы 5-метровые там огромные или скажем пойдите посмотрите на Рублевке двойные 5-метровые заборы, от которых прячутся эти люди, которые собрали несметные богатства. Там же вы можете увидеть дворец нашей певицы, известной Пугачевой Алла и ее муженька молодого. Замок такой с башнями. как говорил еще Аркадий Райкин, вам песня строить, нам жить помогает. вы можете поехать до Тарховки доехать и пройти до Советского проспекта угол Жукова, улицы Жукова. И там вы видите двойную дачу Кобзона. Один дом культуры на одного человека круглый такой на горе. А ниже здание тоже так сказать как замок. И оно таким забором, в котором есть ниша, а в нишах гранитный гладиатор истоит. С оружием. Вам песня строить, нам жить помогает. Так вспоминается эта песня, когда наблюдаешь это, как можно иметь такой колоссальный перепад. При таком колоссальном перепаде неравенства обостряются все национальные проблемы. Ну, а решать их, а подальше приходится решать их силы оружия. А не решать их нельзя. С терроризмом надо бороться. Дескать, наша борьба вторая. Так надо бороться в корне решать эти проблемы. А были проблемы в Советском Союзе национальные. Что такое проблема? Это трудно разрешимая задача. Конечно, были противоречия национальные, были, конечно. Но они не превращались в проблемы, то есть трудно разрешимые задачи. Неравенства такого не было. Человек мог учиться и работать где угодно. Это сейчас у нас высылают, отправляют, накопляют, потом куда-то в Узбекистан или Киргизстан кого-то, кто здесь нелегально находился. А у нас легально они находились. Это же кто такие? Есть такое понятие соотечественники у нас в России. В современной России разной. И есть комитет по делам соотечественников. То есть соотечественники это те люди, которые родились в Советском Союзе. Или родители которых родились в Советском Союзе. у них особый статус. Мы своих соотечественников не должны забывать. Это люди. Советский Союз был родиной для всех, кто живет на территории бывшего Советского Союза уже в отдельных странах. Но если это наша общая родина, и статус соответствующий должен быть. Ну и поэтому мы видим в рамках в целом бывшего Советского Союза разные отношения и разные варианты национальных отношений, зависит от того, какие республики и как себя ведут. Если скажем в странах Латвии, Литвии, в Эстонии преследуется русский язык и не допускается его. Это один разговор о Сев-Киргизии и два языка оба государственных. А что сказали бы специалисты по национальному вопросу в отношении государственного языка? Они сказали бы, что в государственном не может быть языков вообще, потому что это вопрос культурный, а вопросы культурные не решаются силой. Если у вас и речь идет о том, что какой-то язык официальных документов, ну это другой вопрос, но как можно делать государственный язык? Государство это машина насилия, мы с вами изучали. Как может быть насилие, чтобы говорили только по-русски? Если скажете не то слово, застрелю не на таком языке. Как может быть государственный язык? Как можно заставить людей, которые развиваются, имея в виду, что язык относится к средству общения, можно предписывать и делать государственным? Поэтому хорошо, когда хоть два государственного языка, но лучше бы были два официального языка, статус государственного не применим вообще к вопросам культуры. Может, еще и культуру сделаем государственной? Марк Твен не русский человек. Все. Изгнать его из этого самого из обращения. Как это так? Он не у нас родился. А Джек Лондон? Лондон вообще столица чужого государства. Сейчас у нас напряженные отношения с ним. Зачем это, Джек Лондон-то? Так можно далеко зайти вообще в этих вопросах. А надо понять, что, как бы вы не заходили и что бы вы не делали, а общий процесс хозяйственный, независимо от того, какой строй, он при капитализме уже к этому ведет, и более при социализме. Этот общий процесс, это есть процесс слияния наций. И ведет к тому, чтобы люди разных наций себя лучше понимали, а чтобы понимали, это сведется к тому, чтобы был такой язык, на котором все понимают. Какой это будет язык? Это из-за того, какая нация разовьет соответственно экономику, науку и культуру. Если вот эта нация развивает экономику, науку и культуру, все тянутся к этой нации и хотят выучить этот язык и разговаривать на этом языке. А если нация будет слабеть, то нет никаких перспектив в развитии этой нации, никаких нет перспектив в развитии экономики, все равно на работу тут не устроишься, и места не найдешь, то тогда перспективы будут связаны с изучением других языков и с выездом. Надо сказать, что вся вот эта балонская система, на которую перевели наше образование, она предполагает, что чтобы, так сказать, такое же сделаем такую структуру образования, как в Европе, чтобы люди могли получать бакалавров и магистров, и соответственно куда хотите и разъезжайтесь, чтобы не было задержки в том, чтобы уехать за границу. Видимо, те люди, которые творили эту систему, они предполагают, что вот выучились здесь в России и пусть ездят за границу. Я вам докладываю, а у меня есть очень надежные источники. Вот у меня, скажем, мой коллега профессор Востоков, мы с ним учились на пятом курсе, на одном курсе на Масмехе. Он говорит, вот мы каждый раз приходим, смотрим, кто поступил на первый курс. Очень талантливые ребята. Уже к третьему курсу, примерно к третьему курсу, они уже имеют разные предложения. Участники Олимпиад исключительно заблантливой математики имеют предложение об отъезде за границу, их с удовольствием возьмут на работу. Ну, а почему человек вот так ни с того ни сего поедет на работу? Здесь никакой работы не предлагают. Первое, что сделали в период перестройки, это уничтожили научно-исследовательский институт математики и механики при МатМехе, который был. Вот у меня коллега, кандидат в физику математических наук Скитович, поскольку в 90-е годы зарплата была у тех, кто имел какие-то степени и был на преподавательских должностях, была зарплата у профессора 2000. А если человек не на преподавательской должности, а на соответствующей научной должности в институте математики и механики 200 рублей, в 10 раз меньше, в 10 раз меньше. И вот кого-то пристроили на какую-то должность ассистента или доцента, а они выжили. А Скитович, так сказать, пошел работать в Ларек, специалист по теории вероятности. Потом однажды его ночью избили, потому что преследовали тех, кто в ларьках там работает. В итоге уже нет его, его уже похоронили, он состарился очень быстро. Ну и мы наблюдаем сейчас, как из нашего университета математики и физики готовятся, мы готовим к отъезду, вот скажем, тот же профессор Востоков готовит людей для кого? Для другой страны, для того, чтобы они вошли в другую экономику, в другую культуру и так далее. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что вопрос национальный это вопрос А. Развитие экономики и Б. Сокращение социального неравенства. Два вопроса. Две эти проблемы надо решать. Иначе национальные вопросы не только не разрешаются, они только усложняются. А скажем, для малых стран, ну это Россия богатая талантами, страна, все равно у нас останутся и математики, и физики, и прочее. А если возьмете там, так, уже Латвию, там просто, сказать, оттуда уезжают, и никто, некому там поддерживать экономику. Они не могут. Почему малые нации бывают, и великие? Великие, это на самом деле, они-то не какими-то делами великие только, а прежде всего они большие, великие, это большой. Вот если большая нация, она выживет, даже в тяжелые, так сказать, годы. Если малая нация вот попадает в такую полосу экспериментов, то она самостоятельного значения в мировой, не только политике, а в экономическом развитии не имеет, и иметь не будет. И эгоизм малых наций мало чего дает самим этим нациям. Он ухудшает их положение. Вот этот эгоизм, скажем, наших соседей добрых Латвии, Литвы, Эстонии, из которых мы много прожили вместе, и так далее. Он привел их к их падению, более быстрому, чем падение России. Обратите внимание, кто и приезжает гастарбайтерами в Россию. Все те, кто у нас были, как говорится, на равных правах, никакими-то там гастарбайтерами могли на равных в любом, на любом производстве, в любом УЗИ работать. И никто бы не спросил, кто он такой. У нас вот кто, какой национальный директор института? истории. Чеченец, да? И он, вот он вошел в русскую культуру. Я его очень давно знаю, очень уважаемый ученый, прекрасный преподаватель, и он организатор, администратор. но это вот, так сказать, детище, можно сказать, той национальной политики, которая у нас проводилась. Вот Абдулла Амидович Давудов. Он признанная величина у нас в университете нашим. А Василий Якович Еремеев, вот я вместе с ним написал тоже несколько книг и статьей совместно, в том числе и в издательстве мысли вышла работа 50-тысячным тиражом в 90-м году «Выбор нового курса долгов Еремеев-Попов». Василий Якович Еремеев доктор экономических наук, доктор философских наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации. По национальности Март-2. Кто такой Еремеев? Похоронен у нас под Петергофе. А кладбище мы там ежегодно приезжаем к нему в могилу, там прекрасный памятник сделали из розового гранита. Кто он такой? Мне приходится выступать в том числе на этих мероприятиях в связи с честствованием, поскольку я был его и соавтор, и соратник. Кто такой Василий Якович Еремеев? Он во многом содействовал и нам всем, в том числе и мне в том, чтобы я стал доктором наук. Кто такой Еремеев? Это русские ученые, крупные русские ученые мордовского происхождения. И вот мы это видим в людях, в людях, в ученых талантливых. И конечно на тот взлет, который был, было решение национальных вопросов в Советском Союзе, нам нужно равняться. Так, перерыв. Союз, как бы, как бы, это тоже .